Каждый из этих ребят прошел боевое крещение в период подготовки и проведения Кубка Конфедерации. Трое из них в добровольческом движении со времен Олимпиады. Будучи десятиклассницей, Анна Поршнева была в наградной команде. После решила не бросать волонтерство. Участвовала во многих мероприятиях. Теперь собирается в Москву. 1 декабря в Кремлевском дворце состоится жеребьевка команд-участниц предстоящего мундиаля. Я буду работать в аккредитационном центре в Москве. Буду помогать при выдаче аккредитаций участникам и гостям мероприятия жеребьевки, финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу. Надеюсь, что это будет отличный опыт, потому что я еще ни разу не работала в качестве волонтера на такой позиции. Первые семь волонтеров отправятся в Москву уже в это воскресенье. Оставшиеся четыре поедут через неделю. Принять участие в таком мероприятии студентам опорного вуза Краснодарского края удалось благодаря программе развития деятельности студенческих объединений. Кстати, впереди сочинских волонтеров ждут еще несколько важных этапов подготовки. 25-26 ноября в город Сочи приедет Кубок чемпионата мира по футболу. Волонтеры, наши 30 человек, будут обслуживать это мероприятие. В феврале месяце в городе Сочи пройдет такое мероприятие, как Team Workshop. 32 отобранные команды футбольные. Руководство этих команд приедет в город Сочи. Для них будет проведен мастер-класс, где они будут базироваться, им будут рассказывать, как все будет происходить, логистика. Около 200 волонтеров из города Сочи будут обслуживать это мероприятие. Сейчас в Центре подготовки волонтеров полным ходом идет работа по отбору добровольцев на чемпионат мира. Из 9400 поступивших заявок, отборочные тестирования и интервью прошли около 3500 кандидатов. Всего же на главном футбольном турнире будут работать более 2000 волонтеров.